Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы размещаем технические анализы с конкретными торговыми рекомендациями и общие сводки новостные по финансовым рынкам. Причем это могут быть новости, касающиеся не только валютного рынка, но и фондовых активов тоже. Если какой-то инструмент представляет для вас прям исключительный интерес, обязательно дайте об этом знать в комментариях. Мы готовы, опять же, корректировать контент, выкладывать все посты, которые более востребованы вами, потому что хотим, чтобы у вас, уважаемые друзья и трейдеры компании Амаркетс, было как можно больше информации, чтобы эффективно, результативно действовать на финансовых рынках. Ну что, до Рождества, скажем так, остается фактически несколько дней, и мы вправе, как трейдеры-спекулянты, инвесторы, рассчитывать еще на предрождественское ралли. Если оно состоится, то, в принципе, должно произойти, друзья, уже сегодня, завтра, ну или максимум в четверг. И в этой связи мы, конечно же, можем рассчитывать и направиться на какую-то повышенную волатильность, на более интересное движение финансовых активов, может быть, даже на новую локальную трендовую динамику. Я был бы, опять же, доволен как трейдер, если в ближайшие несколько торговых сессий индекс доллара, который тянет багажом очень хороший, фундаментальный такой заряд бодрости, все-таки реализует свой потенциал растущего актива и прорвется выше 97 пунктов. Сейчас индекс доллара котируется на отметке 96,50. Каждый раз, когда мы возвращаемся к теме доллара, мы касаемся перспектив американской денежно-кредитной политики. Последние брифинги после заседания Федрезерва я постоянно повторяю, друзья, потому что хочу, чтобы вы понимали, что ФРС настроен действовать жестко, ужесточать политику, сокращать программу количественного смягчения, планирует повысить процентные ставки. Не думаю, что планы изменятся, поэтому каким-то немыслимым образом в ближайшие недели нам вряд ли придется отказываться от длинных позиций по доллару, потому что ФРС взял уже в качестве установки вектор движения и будет двигаться по этому пути, в этом направлении. Я на долгосрок рекомендую вам присмотреться к доллару, опять же, это сделка без свопов, и она может принести очень хорошие результаты к середине следующего года, либо к концу. В целом сейчас основная тематика рынка – это ухудшение ситуации с ковидом. Новый штамм Omicron, который ранее недооценивали, а сейчас уже все представители разных региональных министерств здравоохранения, все как один, подтверждают тот факт, что Omicron распространяется гораздо быстрее, чем ожидалось ранее и прогнозировалось. Многие страны уже ввели ограничения, некоторые страны сделали это уже в эти выходные, и самое, наверное, плохое, друзья, то, что ближе к концу этого года число заболевших непременно будет еще выше, соответственно, большее количество стран также будет вынуждено вернуться к повторным ограничениям мерам социального дистанцирования, потому что сейчас в периоды праздников нужно создавать искусственные препятствия для того, чтобы изолировать людей и свести к минимуму вероятность еще большего распространения инфекции. Новые регионы – это Италия, которая подумывает о том, чтобы ввести ограничения в ближайшие дни. Нидерланды, Дания, Ирландия – это уже сделали Лондон под чрезвычайным положением, и ситуацию в Лондоне можно транслировать вообще на всю экономику Великобритании. Поэтому сейчас, когда мы перейдем к перспективному фунту, мы коснемся темы вероятного общенационального локдауна, причем до него потенциально остается несколько часов. Главный санитарный врач США, Энтони Фаучи, признал, что ожидает рекордных показателей роста числа заболевших, причем уже в первой неделе января. Рекордные, друзья, не за какой-то период, месяц-два, а с начала появления пандемии. Потому что последние данные уже свидетельствуют о том, что омикрон проник в 89 стран, их будет больше, он будет повсеместный, если уже не есть. И он распространяется, точнее, темпы распространения удваиваются фактически каждые несколько дней. Поэтому пиковые значения, скорее всего, еще впереди. Новые ограничения более жесткого характера тоже впереди. Отсюда перспективы для рынка нефти, которую я вам рекомендовал не рассматривать с точки зрения покупок, пока есть вероятность новых вот этих изоляционных мер. И если новое ограничение последует, это, опять же, уходим на замкнутый круг причинно-следственных связей. Падение потребительской активности, экономические барьеры ограничения, замедление темпов роста мировой экономики и, соответственно, снижение спроса на углеводороды. Поэтому по рынку нефти цели ниже 70 долларов за баррель. Европейская валюта также без изменений 1,1278. Накануне представителей Европейского Центрального банка. Еще раз, будто бы мы забыли за последние несколько дней после того, как состоялось заседание ЦБ, напомнили нам, что европейский регулятор не собирается корректировать процентные ставки в новом году. Мы это и так знали, поэтому за основу взяли трейдинг, основанный на контрасте монетарных политик ЦБ и ФРС. Цели пока что по евро-доллару 1,12-1,11, по фунту. Ситуация поинтереснее, потому что здесь мы можем задать друг другу вопрос, друзья, относительно того, когда же будет введен общенациональный локдаун, который, судя по всему, станет самым серьезным среди всех стран. Я имею в виду локдаун Великобритании. Представители власти, скажем так, ну можно сказать, что Борис Джонсон, который является премьер-министром Великобритании, накануне допустили, что эти ограничения вступят в силу до Рождества. То есть, фактически, новость о них может прийти на рынок в любой момент. Если фунт находится в вашем арсенале торговых сделок, имейте в виду, что при общенациональном локдауне, при его объявлении, конечно же, фунт окажется главным аутсайдером рынка Форекс и покажет очень серьезные снижения. Будьте к этому готовы. Я склонен полагать, что фунт все-таки доберется до отметки 1,31-1,13, поэтому сохраняю, в принципе, наш шорт так же, как и по евро. Золото 1792 доллара за тройскую унсу. Золото никак не могут раскачать. Новых сделок пока не будет до тех пор, пока золото, опять же, на мой взгляд, либо окажется выше 1815 долларов за тройскую унсу, либо уйдет ниже 1785. Но на текущий момент этого не происходит, поэтому давайте сфокусируемся на нефти, евро, британской валюте и перспективах доллара, которые однозначно будут расти и укреплять собственные позиции. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!